В агентстве кредитной гарантии также отказались от комментариев на эту тему. Изначально братья режиссёры просили миллиард рублей у президента. Потом стало известно, что вопрос финансирования гастрономического проекта деятелей искусств был вынесен на правительственный уровень. В итоге в четверг на совещание вице-премьера Дворковича было решено помочь братьям. Но лишь на общих основаниях Никиту Михалкова и Андрея Кончаловского поставили в один ряд с рядовыми представителями малого и среднего предпринимательства, программа поддержки которых предусматривает, что 30% начальной стоимости проекта ищет инвестор, а в 160-70c дает вам под гарантией на несколько дней. Гарантии, где их поддержали в регионах, будут помогать с нормальными участок жилья России 24-й для губернации Московской области Андрей Братев. Территория подмосковья для этого подходит. А что это точно, и малый бизнес-сетевый проект, это то, что уже дает рабочие места, и тема продукции, которая выращивается у нас на территории, может смело использоваться в этих кафе, которые будут доступны во многих городах Подмосковья. Комска области, которая уже названа одним из пилотных регионов для реализации проекта, пока не видели никаких конкретных предложений, поэтому пока не готовы что-либо говорить о перспективах развития сети на своей территории, заявили на бизнес-сетевый пресс службе губернатора. В пригороде Лондона нашли гигантские запасы нефти вдвое больше, чем было добыто в Северном море за последние 40 лет. Близ аэропорта Гетвик залегает 100 миллиардов баррелей. Такую оценку дает британская нефтеразведывательная компания UKOG. Для сравнения, общие подтвержденные резервы России составляют около 80 миллиардов баррелей. Сделать находку удалось за счет бурения самой глубокой скважины за десятки лет, рассказывает глава компании UKOG Стивена Сантовсона. В 1965-м на этом месте уже делали скважину и даже нашли нет, но не стали бурить глубже. А теперь мы забурили, пожалуй, самую глубокую скважину за всю историю Южной Англии. Почти на 3 километра. Работы проводились в прошлом году, и мы тогда даже объявили, что оборудовании плохие залежи на средние купели. Но результат по более глубоким образцам мы получили только накануне. Объемы там просто огромные. В прошлом году Большинская геологическая служба отменяла запасы нефти в так называемом бассейне Вилтон от 2 до 8 миллиардов баррелей. Но уже сейчас мы нашли около 8 миллиардов баррелей только в той части бассейна, где работает наша компания. А это одна двадцатая его общая площадь. Представители компании-развитчика ПРИН на существующей технологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПРИН на существующей технологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok